Слушайте, позовите сотрудников полиции, не выпускает он больных из палаты. Закрыли палатку. Что за самую праздник? Закрывайте на ключ. Посударствуйте в больнице. И наша страна из таких, как вы, разваливается. Из здравоохранения из таких, как вы, разваливается. Это кадры из того самого ролика, который снят неким профсоюзом Альянс врачей. Руководитель организации Анастасия Васильева обвиняет больницу во всех грехах. Якобы тут антисанитария у пациентов и их родни, вымогают деньги, а лекарства больные и врачи покупают за свой счет. Я получаю небольшие деньги. Неправда, неправда. Я все прекрасно про вас знаю. Мы все проверили и с больными поговорили, с которых вы деньги берете. Я все знаю. Молодцы. Я лежу в больнице номер 5, в поселке Доробыс. Жена платит за проживание. Нахожусь в больнице. Питание безобразное. За меня платят деньги. Мы не видели ни фруктов, ни овощей. За все ли это? Это Краснодарский край. Геннадий Кармелицын – хирург с 40-летним опытом работы. Сейчас исполняет обязанности главврача 5-й больницы и ответственно заявляет – это ложь. Проблем с лекарствами в больнице нет. Хватает и антибиотиков, и сильных обезболивающих для пациентов палеотипного отделения. У нас все есть. Экзаметазоны, кетаролаки, допамины для поднятия. То есть сказано, что у нас ничего нет. Это неправда. Работает и все медоборудование, закупленное на краевые деньги. Конечно, больница – не пятизвездочный отель. Кое-где требуют ремонта стены. В палатах стандартная обстановка. Три койки, тумбочки, стол, есть вентилятор и телевизор. Его принесли родственники. А то, что показано в ролике, говорит главврач – настоящая провокация. Они обманным путем убирают со шкафов медикаменты, снимают, выкладывают это в ролики. Они обманным путем берут интервью у пациентов, тяжело больных пациентов, обманным путем. Снимают, говорят, вы дайте нам, мы тогда вас будем хорошо лечить. Дайте нам интервью, что вот в больнице ничего нет, с нас берут тут деньги и так далее. Виктор Потаев – тот самый, кто в ролике говорил, что его жена платит деньги за стационар. От этих слов сегодня открещивается. Говорит, ему просто заморочили голову. Врач у нас новенький, девушка молоденькая, имя, отчество молоденькая. Вам оплачиваете или нет? Я ей ответил, я не знаю. У меня жена этим занимается, я ж не двигаюсь. И все. Ну скажите, что, если что, жена платит. А если надо, она заплатит. Купит лекарства. Я ж не знаю, что нужно. Ну так, чтобы за голову взяли. Платить такого нету. У меня страховая медицина. Больше ничего. И я в таком состоянии, без сознания, можно сказать, был. Я просто даже не понимал, что у меня спрашивают. От своих слов, сказанных на камеру представителям альянса врачей, отказываются и другие герои видеоролика. С якобы недовольными пациентами пообщались позже сами медработники больницы. Я там не за деньги сказала. Я сказала, что сын дает, говорит, мам, заказывай, что хочешь. Я за все заплатила. Вот и все. Ну а что вы заказываете? Я заказываю сало постоянно. Заказываю, ну вот когда это... Ну самое любимое у вас сало, мы знаем. Сало. Ну мне фруктов очень много приносило. Скажите, пожалуйста, какими вопросами к вам подходили? Кто подходил? Что просили сказать? Мне подходила Юлия Константиновна, что вроде бы я давал этому заведующему деньги. Со слов пациентов, с вопросами к ним подходила врач палиативной помощи, работающая в этой больнице. Именно она, как считает главврач, и стала инициатором скандала. Причина проста – уязвленное самолюбие. Когда людям делаешь какие-то замечания, то есть по работе, они ищут защиту в неформальных организациях. Они не обращаются в профсоюзные организации, они не обращаются в коллектив. Значит, и пытаются такими способами воздействовать на администрацию и весь коллектив больницы. Почему приходилось сделать замечания? Ну, у нас обычно смотрим лечение пациентов. Это нормальная работа любого медицинского учреждения. Провести консилиум, сделать какие-то замечания. Все воспринимают адекватно. То есть это чисто рабочая обстановка. Кто прав, кто виноват, решат правоохранительные органы. На этот вопрос на контроле и у Министерства здравоохранения Краснодарского края. Его сотрудники проводят собственную проверку. Ситуацию обсудят и на собрании сочинских медработников. Оно состоится в понедельник. Но отличить правду от оппозиционных фантазий сами сочинцы вполне способны и без расследований. Они же сами ходят в эти больницы и видят ситуацию своими глазами. В последние годы, кстати, жителям курорта крайне редко приходится ехать за медицинской помощью в Краснодар или Москву. Сложные операции и обследования уже могут провести сегодня в обычной городской больнице.